Хасай Магомедович, а как у вас проходит обычный день? Что вы делаете? Сплю утром. Я сплю утром, потому что у меня тишина моего времени, это ночь. Потому что больных нету, совещаний нету. Я могу ночью сидеть, писать свои книги, рисовать свои картины, писать стихи, если у меня есть такое настроение. А утром я сплю. Вообще каждый человек, который приходит ко мне и жалуется на тревожности, страхи, фобии, всякие панические атаки, мы же этим тоже занимаемся. Но первый вопрос, который я задаю, во сколько ложишься, во сколько встаешь? Он говорит, ну встаю в 7 утра. Я говорю, сам встаешь или по будильнику, или по необходимости внешнему. Ну по будильнику, а почему по будильнику? Ну мне надо на работу 80 часов. Ну а если бы тебе дали спать, сколько ты хочешь, и ты встал бы сам, во сколько? Ну в 9. И давно ты так? Не в своих ботинках ходишь? Он говорит, 20 лет уже. А что ты сейчас удивляешься, что у тебя тревожности, памятные? То есть у тебя действия не согласованы. Твой внутренний биоритм организма не согласован с твоим образом жизни. Поэтому здоровый образ жизни, это не бегать по утрам, вопреки желанию выспаться, а выспаться и потом бегать. А другой говорит, а я в 6 стою. Сам стоишь? Да, сам. А когда ложишься? В 12. А я-то понимаю, что в 12 он уже истощен. Если в 6 встал, я говорю, а когда хочется тебе лечь? Он говорит, ну в 6 в 10. Я говорю, вот тогда и ложись. Он говорит, почему? А потому что если ты тогда не ляжешь, когда ты уже устал, истощен, у тебя истощение нарастает, и мозг перевозбуждается. И ты потом уснуть не можешь. Он говорит, да. Я говорю, так вот и возьми, просто ложись в 10. И у тебя будет все, и снимется паника. Ну такие простые вещи, люди уже должны понимать. Мне стыдно в свои 64 года такие простые вещи рассказывать. Василий Магомедович, вы признанный эксперт, доктор, автор метода и автор многих книг. Вот как вы к этому пришли? Вот как человеку, который, например, нас смотрит или будет читать, стать, ну тоже специалистом в своей области? Вы любите свое дело, это чувствуется. Это вот достаточно или что-то еще? Дисциплина, трудолюбие. Что вот еще вас привело туда, где вы сейчас находитесь? Вы знаете, ну, когда мы говорим такие замечательные, высокие слова, дисциплина, трудолюбие, и детей учим, чтобы их спасти в жизни, будь трудолюбивые, понимаете? Эти слова вне контекста. Ну надо же объяснить человеку, что это означает. Вообще, если мы слова не объяснили, а только ими пользуемся, мы не понимаем, о чем речь идет. Вот я родился свободным. Я любил в детстве мечтать. Это есть предкритерии свободы, да? У меня не было страха за ошибку, это потом я вырос, у меня ответственность появилась, страх за ошибку. А я в детстве же, у меня были бабушка и дедушка, и вот у меня дедушка, очень большой трудяга, такой трудолюбивый, ты меня извини. У него даже был орден Красного Трудового Знамени, ну, он там большой подвесел, что-то было. А бабушка у меня, вот смотри, дедушка такой трудолюб, и говорил бабушке, дай детям играть в детстве. Он учил нас свободе, а бабушка не давала, она говорит, дяди, ну-ка, траву курием нормать, ну, костеленку вывести. А потом годы прошли, годы прошли, и я теперь в одной книжке первую свою написал. И теперь я благодарен дедушке за то, что он нас учил в любви и свободе, и бабушке за то, что нас учил в труду. Вот это у меня соединялось. Я мечтал, взаимосвязывая, я мечтал, и мои мысли уносились далеко, за облака, я думал, как я вырасту, у меня будет такой мир прекрасный. А потом ты вырастаешь, и у тебя там проблемы, оказывается, ты этого не можешь, ты этого не можешь, там, хочешь велосипеда, у тебя нету, начинается напряжение. И я был очень застенчивый, зажатый. Я пытался снять вот эту зажатость, и я снимал ее, я насильно заставлял себя читать стихи, там, и еще что-то. Потом я думал, господи, какой я был дурак. Вот сейчас я смотрю, как людей заставляют на каких-то тренингах к людям приставать на улице. Ну, это дурь полная совершенно. Оказывается, надо просто, надо просто поверить в то, что ты, если есть ты, если ты мечтаешь о чем-то, это же ты не придумал до себя, это в тебе природа говорит. Я мечтал о том, чтобы сделать это, чтобы у меня была лаборатория, там и эксперименты будут делать. Например, я любознатель вопросов у меня много, думаю, как устроен мир, как человек устроен. Я позволил себе об этом думать. Позволил себе. Я очень много читал, очень много читал. Я помню, что я все время читаю. Мой брат Марат, он в футбол играл, а я читал, 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 а потом стал писать. Стал писать, и эти книги тоже, там много моих размышлений. И поэтому вдруг я пошел впереди других, потому что я писал книги, не интерпретируя и не переваривая книги других, а я вдруг получилось, что создал свое, потому что я внутри себя свободен. Я пытаюсь себе преодолеть барьеры, раскрепоститься, начал заниматься гипнозом, у меня по тысяче человек было, это очень много, я всю жизнь занимался гипнозом. А потом я перешел к саморегуляции, ну, в Центре подготовки космонавтов, мне Андреан Григорьевич Николаев сказал, надо научить космонавта, чтобы он сам собой регулировал. Нельзя там в космосе какие-то гипнозы, надо, чтобы он сам мог это делать, и я тогда в 81 году это придумал, чтобы космонавт сам у себя моделировал невесомость, там вот такие вещи. И вот я, пытаясь себя раскрепостить от зажатости, работая и с гипнозом, каким видом и спорта я только не занимался, от фехтования, там борьба, там ну, даже вспомни, слушай. И вот я потом пришел к тому, что очень простые вещи в человеке работают. Ведь раньше не было еще Академии наук, а мама там, охотник там, дубинка, были, да? Но он же как-то же жил, и я стал наблюдать за детьми, а как они снимаются здесь? Вот как дети снимаются здесь? Они все время что-то делают, они все время в движении. А потом наступает момент, когда мать скажет ребенку, сиди неподвижно, не качай ногой. И вот у него напряжение растет, да? А потом ему товарищ говорит, пойдем, Костя, на дискотеку. Они там потрясутся, напряжение упадет. А мать ему говорит, вот видишь, с рук отбился. Вот, вот нету согласования между пониманиями природных механизмов. Да. Я могу прямо сказать, первый в России человек, который создал методику, который не повторяет ни индийскую методу йоги, ни китайскую цигун, не повторяет, а на новых принципах, на новых принципах и приемах. И самый основной принцип у нас – идеорефлекторный. То есть образ, вызывающий рефлекс, реакции, оказывается, является согласователем психических и физиологических процессов. Согласователем. Поэтому мы там придумали, если ты представь, что руки расходятся, они пошли, вот происходит согласование между умом и телом. Вот это согласование снимает напряжение, но это такая интересная вещь. А вот это согласование между умом и телом, я сейчас приемы не показываю, я просто назначу суть. Это согласование между умом и телом на древнем языке санскрит и называется, коротким словом, йога. Связь ума и тела. А мы на этой связи ума и тела, мы ее достигаем самым простым способом. Если кто хочет, может проверить. Вот самый простой рефлекс – это от ума, знаешь, какой? Лимон. Вот если ты ставишься лимон, да, и посидишь, представляя лимон, у тебя возникнет рефлекс, ощущение там. И ты вдруг заметишь, что ты отключился от всего постороннего. Ты представляешь? То есть образ, вызывающий в теле рефлекс, он соединяет умное тело в этом направлении, и при этом все напряжение освобождается. Все. Воображение. То есть представил, да, что хочешь, и потихонечку это появляется. И если то, что ты хочешь, получается, ты отключаешься от всего постороннего. И напряжение падает. А если не получается, надо представить себе то, что получается. И таким путем создается новая школа, где ты ищешь результат сразу. Не путем повторения пока не получится. Это исполнительский путь. А путем подбора, с помощью перебора. Ты ищешь действие, которое получается сразу. Не получается – отбрасываешь. Не получается – отбрасываешь. А ищешь то, что получается. Ты так за пять минут можешь найти то, что получается сразу, вместо сорока минут проделывания каких-то упражнений, чтобы получить этот же результат. Другой, это уже творческий подход. Ищи, как получить результат с минимальными усилиями. Потому что с большими затратами любой человек может найти. Вот это и есть развитие творческого мышления. Я сейчас не говорю о технологии, я говорю о принципах. Что есть принцип обучения на основе повторения, цигун, медитация, йога, это обучение на основе повторения. А есть принцип подбора путем перебора, с поиском немедленного результата. Ищи, что получается, отбрасывай то, что не получается. И когда ты делаешь только то, что получается, отбрасывай то, что не получается, у тебя начинает получаться то, что раньше не получалось. Это принцип, принцип. А там уже вопрос методики. Ну, методику мы как-нибудь в следующий раз упомянули. Да. Но вы используете в течение дня только ваш метод ключ или те, которые вы тоже упомянули? Да нет, я ничего больше не использую. У меня сложная судьба. Я вот упал там на гололёде, разбил себе позвонок, и меня оперировали. Шесть с половиной часов делали операцию. Я не мог ходить, я в каталке был, и как инвалид, там не мог жубы почистить, не мог до уха достать. Сейчас я вот, видите, да, свободно, да? Ну, ещё стянуто, ещё мне надо некоторое время восстановить. Так я сейчас по скайпу по 15-20 секунд, обучая инвалидов, и у меня некоторые уже ходят. Ну, не все, конечно, так всё, не надо так заряжаться. Но уже они встают, уже кто-то костыли бросил, кто-то стал хориться, у кого-то боли перестали, устал свободнее двигаться. То есть, оказывается, можно очень короткими действиями. Помочь себе точно так, как и длительными действиями. И поэтому, я думаю, что ключевыми для современных людей, у которых нет памяти. Или для ленивых. Ну, вы упомянули людей, кто повлиял на вас, на ваше мировоззрение. Это бабушка с дедушкой, вы любили и продолжаете любить читать. Кого ещё вы можете назвать своими такими учителями, наставниками, ролевыми моделями? Может быть, дистанционно, как авторы книг? Может быть, живых людей, кто сейчас с вами рядом или был? Я понимаю, ну, вот ты для меня, учитель, сейчас, потому что задавая эти вопросы, ты вызываешь скалахание память мою, и она меня ещё обогащает. Правда же? То есть, учителем может быть всё, что помогает тебе расти. Да? Вот мне помогли в своё время книжки, которые я читал. Это научная фантастика. Стругацкие мне очень помогли. Я, фу, понедельник начинается в субботу. Вот, мне помогли, Бехтерев, Бехтерев мне очень помогло. Я его очень люблю, потому что Бехтерев почти дошёл до того, чем я занимаюсь. Почти. Станиславский и Чехов, я их очень люблю, потому что они почти дошли до того, чем я занимаюсь. Они тоже занимались снятием нервно-мышечных зажимов у людей, высвобождением потенциала, тоже занимались этим. Обучали актёров снимать зажимы перед выступлением. Ну, просто Бехтер уже 21-е. То, что они делали тогда долго, нудно, сегодня может показаться. Но они гениальные люди, они нас прославили. Сейчас школа Чехова есть во всём мире. Правда, они ещё на уровне тех 30-х годов, так сказать. Ну, вот у меня ещё вот, внучку Бехтереву я вечно знал, Наталью Петровну. Ну, потрясающе. Вот дед её Бехтерев был настоящий учёный, а она была настоящим директором. Да, её даже обманули там, что можно, оказывается, видеть без помощи глаз, и она поверила в это. Инстинкт учёного не сработал, но директор она была прекрасна. Ну, я её лично знал, поэтому, я как говорится, когда меня спрашивают, ты Петровича знаешь, а я этого не знаю. Ну, как же ты не знаешь, его же по телевизору показывают. А я-то имею в виду тех, кого я лично знаю. Я лично знаю очень многих людей. Я просто никогда не рассказываю о тех людях, которые приходят сюда за помощью. Вот сам можно себе представить, какое количество людей, которых мы знаем и показывают, сюда приходят. Но мы обычно никогда не говорим, кто за помощью приходит. А вот тех, которые, значит, просто мы так дружим, мы можем вот так вот сидеть, рассказывать там и так далее. Вот. Ну, очень много людей я знаю. И военных, и министров, и губернаторов. Очень много людей. Депутатов очень много я знаю. Вот. К сожалению, к сожалению, сегодня наступил момент, когда пора уже задуматься о том, что мы все время говорим, мы идем своим путем. Хотел бы спросить, каким мы будем. Ну, хотел бы я спросить. Вот. Я знаю, каким путем надо идти. Ну, я пока это опубликовал, но я думаю, скоро дам я на все услышания, для обсуждения. Вот. А согласующие роли России между западом, культурами запада и востока, это особая роль, которую никакая другая страна исполнить не может. Ну, и мы ее пока не исполняем. Потому что мы ее не осознали. Мы пока не осознали своего местного мира. Поэтому, пока мы не осознали, эту роль выполняет Америка, она к ней не приспособлена, и поэтому получается глобализация. Я потом это объясню. Вот сейчас я хочу сказать, что очень важно людям все-таки понять, понять, чего они хотят. Я по Фейсбуку наблюдаю. Для меня Фейсбук это один из инструментов наблюдения за общественным сознанием. Я наблюдаю, какое количество людей просто не понимают, не понимают, в чем суть счастья человека. Поэтому они невольные подражатели чужих мыслей. Они переписывают один и другого, у третьего одни и те же мысли. Кто-то тогда-то кто-то произнес, и все. К сожалению, мне очень жаль. Я просто хочу сказать, что формула счастья, она доизумлением проста. Хорошо, когда человек занимается именно своим любимым делом, а ему за это еще и деньги платят. Ну да, она проста, как вот небо, проста, как дыхание, как смех ваденца, слушатели. Там ничего сложного нету. Весь вопрос в том, что у нас за любимое дело не всегда деньги платят. Все проблемы в этом. И поэтому весь вопрос заключается в том, что в стране должен быть создан механизм. Поощряющее развитие в человеке творца. Если мы говорим, что человек творец, то надо и законы создать соответствующие, чтобы творец был защищен. А у нас нет нормального авторского права, интеллектуальной собственности, меценатства нету, благотворительности нету. Ну поэтому все уезжают, кто думает. Они все уезжают, потому что там-то они защищены, а здесь нет. Ну ладно, не будем это трогать, я не политик, я просто говорю общий собрать. Хасай Магомедович, вот если бы, например, была возможность что-то поменять, вот вам, например, 20 лет, и вы знаете то, что знаете сейчас, в 64, делали вы что-то бы по-другому? Ну, конечно, я бы сигареты не стал курить, я бы не стал водку пить, да, конечно, все то, что молодой человек проходит как испытание в жизни, я бы как бы поостерегся и не стал бы это, потому что потом было, годы были отвыкания от этих вредных привычек и так далее. Да, то есть много лишней энергии и здоровья потрачено, в зависимости от сигареты, водки, то я трубку курил. Я не спал ночами, писал свои труды, не досыпал, курил трубку, но это вот эта вся мерзость, конечно, я бы этого не делал, конечно, это же время. Я бы этого не делал. А во всем остальном я бы делал. Да, я любил и люблю, так как, когда я люблю, любил и люблю, вот так как я люблю, желаю всем. Не надо никого слушать. Здорово. Ну а что бы вы, может быть, смогли сказать, посоветовать или порекомендовать, или, может быть, просто поделиться своим каким-то словом, напутствием для тех людей, кто начинает только путь жизни в 20 лет, может быть, еще не знает, чем хочет заниматься, может быть. Я понял, я тебе отвечу, у меня есть афоризмы, которых достаточное количество, я всегда отвечаю своими словами, чтобы я посоветовал. У меня есть, когда сходятся наши желания, открываются наши возможности. Вот ищите, люди, контакты на основе общих интересов, потому что если вы думаете, что вы что-то придумали, очень важное для человечества и так далее, если это не соединяется с интересом другого человека, какой бы вы умный не был, вы все время будете в огорчительном состоянии, он вас не услышит. Вот когда сходятся наши желания, открываются наши возможности, с тем же самым человеком, о другом начали говорить, о, это ему интересно, и у вас начинается процесс, да, это первое. Второе, вот люди, они все-таки творцы, и у меня есть такой афоризм, что если нормальные люди соберутся, даже не имея исходной темы, все равно придумают что-то интересное. Но стоит затесаться среди них вот одному примитиву, все уйдет как в песок, да и хлопот потом не оберешься. Поэтому избегайте, друзья, людей, которые в какой-то степени не способствуют вашему росту. Они просто вам вредны. Ну, я-то психиатр, и психолог, и врач, и художник, и все, я многогранен в родах деятельности, я-то с этим справляюсь. Ну, вот в обычной жизни, обычным людям вообще-то, желательно общаться с теми, кто поощряет в них их творчество, чтобы они были основой для развития. Они те, которые их постоянно гнобят, критикуют, ругаются, конфликтуют, не надо им ничего доказывать. Идите в сторону, займитесь своим делом, и занимайтесь своим делом, вопреки всем обстоятельствам. И когда вы начнете делать свое дело лучше, когда вы станете неповторимы, вы станете необходимы. И тогда вам начнут за это еще и деньги платить. Потрясающие слова, потрясающие рекомендации. Хасай Магмин, я еще раз вас благодарю за эту возможность пообщаться с вами. Я благодарю вас, уважаемые телезрители, что были вместе с нами. Сегодня они наши учителя, потому что мы запытаемся все-таки, каждый думает о себе, но мы все-таки хотим быть услышанными. Правильно же? Да. А вот именно они нас сегодня учат, немножко подтянуться и говорят лучше. Спасибо вам. Спасибо вам, и спасибо вам, Хасай Магмедович. И желаю вам скорейшего восстановления. Так не приходи, родная, а то ты уже три года назад. Спасибо. Спасибо. До встречи. До встречи. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok